Начинаем программу ярко, интересно, необычно с новостей из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Рома расскажет, стоя на белом кирпичном фоне. Приготовьтесь, это кировские новости, бессмысленные и беспощадные. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Рома расскажет, стоя на белом кирпичном фоне. Начнем с двух новостей, которые посвящены празднику 9 мая. Первый заголовок гласит, что приглашение на бессмертный полк выдадут в МФЦ, многофункциональных центрах. Для этого кировчанам нужно всего лишь прийти и принести в МФЦ паспорт, во-первых, а во-вторых, штандарт с фотографией вашего ветерана. Здесь шутки не будет, будет всего лишь констатация. Ведь получается, что по нашему городу бессмертный полк пройдет дважды. Сначала колонны людей с фотографиями пройдут в МФЦ, а потом уже 9 мая. Ну и второй заголовок. К 9 мая, оказывается, принято дарить подарки. Самое главное, чтобы это был не простой подарок, а подарок бомба. А в нашем случае граната. Ведь завод Лепсе к 9 мая раздаст гранаты. И пусть они не настоящие, все равно никто не будет разбираться и пропустят вас с вашим баннером в МФЦ без очереди. Загадка. Закончите, пожалуйста, новость. В Кирове искали террористов, а задержали... Варианты ответов. Врача с оружием, полицейского с наркотиками или невиновного чиновника. Понимаю, что все варианты бредовые. Но давайте попробуем. Время пошло. Внимание, правильный ответ. В Кирове искали террористов, а задержали... Полицейского с наркотиками. Мы живем в уникальном городе. И я искренне надеюсь, что в ближайшее время не появятся новости о том, что был задержан человек со штандартом ветерана и муляжом гранаты. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Рома расскажет, стоя на белом кирпичном фоне.